Гэтага человека люди называли доктор Добрыня. Чаму? Тому, что он знайшоу лековую крыницу. И, как люди могли до нее приехать, он на свои гроши побудовал чугуночный припынок и платформу. Сегодня я ее ведують усе. Гэта станция Ждановича. А саправдное имя доктора – Иван Жданович. Мы доведалися про гэта у Музея истории медицины Беларуси. И тут еще шмат цикавых речев. Это кресло стоматологическое начала 20 века, рентгенаппараты начала 20 века, 30-е годы 20 века, ну и мелкие стоматологические инструментарии – это все первая половина 20 века. Минавито тут адрэазу разумеешь усю гуманнасть сучасных способов лечэння. И вы павінны ведать, што насамрэч уколы – гэта зуссим не страшна. Усяго пару стагодзю таму, каб вылечыть чалавека, першнапеш резали руку и пускали кров. Эта картина начала 19 века, но на ней показаны способы лечэння, которые существовали в средние века. И вот в средние века основные способы лечэння – это пиявки, кровопускание, еще любили давать слабительное, любили промывать желудок. У Вогуле багатый музейный фонд собранный дякуючы многим людям, які передавали экспонаты музею «Ударунок» – бутым ліку замежным медыкам и нашым студентам медицинского университета. Студенты мединститута – они вездесущие люди личности, народ такой легкий на подъем. Они по многим отдаленным городам Беларуси могли поехать по деревням. И вот именно они привезли много очень материалов в наш музей. А тут собранный аптечный посуд и обсталевание аптек минулых стагодиум. Вось у таких трохвугольных бутылечках заховывали небеспечные для здоровья рэчевы, каб чалавек незнарок не выпил их. А гэта – гонор старожитных лекароу – рецепт универсального супратьядзя, якое называлося «Тырыяк метрыдата». Сарод неверагодной колькастей его ингредиентов были навыд змеиное мясо и рог однорога, а насамрадж и кол маржа. Так что, коли раптом возникло подозрэння, что у вашу каву подсыпали яду, то худенько бяжите сюды, у музея медицины. Дарай, шы не здармаш супрацовники, помеж собой, называют его не инакш, як «Музей здоровья».